Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в Риму Ворлд Альфа-16. Опять же, я не успел, только запустил игру, и на нас сразу налет. Совершили товарищи механоиды, враждебные механоиды из фракции Роя. Механоиды расположились поблизости, противник попадает немедленно. Супер, давайте посмотрим. Имеем мы тут что? Три жнеца. Три жнеца, окей. Собственно, блин, жнецы, конечно, могут в двери подолобиться, но хрен их знает. Будем надеяться на лучшее. Так, хорошо, что мы спасли огнемет на самом деле. Хорошо, что мы спасли огнемет. Лин, энерговинтовка, окей. УЗИшка, винтовка, палка. Так, Литцент, а как насчет пострелять из огнемета? О, или ты можешь покидать, в принципе, гранаты. Эмми гранаты, да? Либо пострелять из огнемета. Просто вот что я думаю, они здесь будут останавливаться тоже где-то здесь, потому что они все стрелять будут в нас по-любому. Ну, в таком случае лучше огнемет, потому что гранаты до сюда не долетят просто-напросто. Просто-напросто гранаты до сюда не долетят. У них же у всех там дальнее оружие, да? Энергетические копья или что там у вас? Энергокопье, да, энергокопье и энергокопье. Ну, этим они будут стреляться явно отсюда откуда-то. Так что давай-ка ты, Витценте. Персона, ты наша стрельба 0. Ой, жесть, не знаю, может быть, я там просто даже не призывать. Так, персона, стрельба 4. Так, стрельба 12, энергия, ТТ, стрельба 8, УЗИшка. Угу, 0 и 4. Давай Фелиция тогда возьми все-таки, наверное, огнемет. Экипирую реактивный огнемет. Витценте пускай спит, я пока, наверное, смысла в ней не вижу, чтобы вызывать ее. А остальные все быстренько. Все быстренько занимаем позиции. Так, опять тут дерево выросло, да что ж ты будешь делать? Прямо вот на нашей позиции, а? Ладно, потом срубим, потом срубим. Надо будет, наверное, тоже пол застроить, чтобы здесь ничего не росло вообще. Так, окей, давайте, занимайте позиции. Эти товарищи как раз-таки потихонечку ползут. Так, Фелиция, это у нас что? Ты у нас берешь огнемет, правильно, молодец, стоп. Теперь иди с огнеметом вот сюда. Иди с огнеметом вот сюда. Да, все, хорош. Идите все, занимайте позиции. Ну, и витценте пускай наше спит. Сладким сном, что называется. Так, это товарищ, перенесите, пожалуйста, разденьте. И надо будет дейстроить стеночки тоже нам. Ну ладно, все сделаем. Сейчас нам главное разобраться с нашими новоприбывавшими, что называется, товарищами, да? С энергокопиями, с их, эх, печаль. Будем здесь сжечься дотла. Будем здесь сжечься. Главное, что мы все перенесли. Здесь ничего, в принципе, ценного-то и нету. Пускай горит. Пускай горит. Так, окей. Занимайте позиции. Янг, давай сюда. Лин, становись сюда. Корежа сюда иди. Лин, вот сюда. Все. Распределились вроде как. Вроде как распределились. Сейчас они попрутся сюда. Я надеюсь, сразу здесь пойдут. Давайте ускорим время немножко. Да, молодцы. Прям там, где надо. Прям там, где надо нам пошли товарищи наши. Ух, как оно палит там. Давай, Фелиция, с огнемета херач. Херач с огнемета. Один готов уже, да, офигеть. Трес, хорошо зашло. Прям то, что надо. Прям в самый эпицентр попал. Молодец. Все. Готовчинка. Так, свободно. А, еще один есть. Делки-палки. Я же думал, тоже скопытился. Так, извиняюсь тогда. Тогда немножко подождите. Давай. Ну, мимо. Ладно, скоро, думаю, ему тоже, конечно, придет. Все, готов. Свободно. Даже зря стрельный после раз, да? Все свободно, все. Спасибо. Не-не-не. Еще делаешь? А, чинишь стены, окей. Так. Мертв. Мертв. И этот час, блин, наверное, сгорит, да, все-таки? Так, Лина, ты можешь убрать щебень? А, у вас пожарку отменил я вам. Молодец. Йонг Корежа Эвицента. Йонг Корежа Эвицента, которая спит. Вы можете сюда подойти втроем? Так, Йонг. Да, боже, ты мой. Опять Эмир, что ли, нажал? Подвисла игра так сильно. Ладно. Идите, тушите пожар, пожалуйста. Тушите пожары здесь. Давайте. И, может быть, мы сумеем клиночек-то это самое все-таки приобрести. И, может, конечно, не успеем. Хрен его знает. Ну, посмотри, как вы справитесь с пожаром. Ага, тут кто-то хавает вообще зашибись. Прям отлично. Классно придумали, ребята. Эвицента, тут почему? Почему ты всегда, я не знаю, что с тобой еще делать, но ты всегда загораешься, серьезно. Всегда, абсолютно всегда. Не было, по-моему, такого пожара, где бы ты еще не загоралась. Зачем ты кидаешься на пожар? Прям вот прыгаешь, что ли, на него я понять не могу. Ой, жесть какая, ладно. Давай потушись, иди дальше. Иди дальше, все. Отлично. Так. Товарищ-женец. Вещи. Товарищ-женец. Давайте. Эээ, блин, тебе и нет нифига, да? Отстой. Ладно, выключайте тогда его. И перетаскивайте товарищей под крышу. К нам туда уже будет у нас их 5,5. Так, Эвицента, иди. Это самое. Что ты делаешь? Иди подлечись. У тебя ожоги. У тебя ожоги, тебе надо выздоравливать. Все, дойди, выздоравливай. И кто у нас там? Товарищи-врачи. А ты уже у нас, товарищи-врачи, есть, да? Так, Фелиция, два. Тут один Фелиция. Иди, лечи сестренку. Лечи сестренку. Вот так, нет обычными травмами. Аборт Мишин, давай. Аказать помощь, все. Надо, блин, проверять постоянно. Что-то я все время забываю про травы, про прочее. И про ограничения тоже забываю. Ну нет, все, без ограничений сейчас все состоит. Все хорошо, все как надо. А то это реально, у меня есть такой пунктик, что я то про то, то про это забываю. Так, давайте перетаскивайте жукасиков. Жнецов, вернее. Что уже, жукасиком называем, не знаю. Ну, потому что они как-то странно выглядят весьма. Весьма странно выглядят. Окей. Давай перенести. Йонг, давай тоже перенеси. Ой, Фелиция подключилась. Молодец, Фелиция. Молодец, схватываешь на лицу. На лету, на лицу. Боже мой, что я несу. Что я несу. Так, ладно, давай все переносите. Пускай здесь лежат, не портятся. Потом разберете их. Нич не портятся, да не портятся. Отлично. Отличненько. Прямо то, что нам надо. Так, достраивайте здесь стенку. Достраивайте здесь стенку. И, кстати говоря, у нас тут недалеко еще один источник. Электроэнергия потенциальная, да? Мы можем тоже построить. Вокруг него стены. И проводочек сюда провести. Просто все будет шикосик. Все будет просто замечательно. Но нам нужны, правда, стройматериалы. Стройматериалы нам нужны. Поэтому корежа. Поэтому корежа, давай. Принимайся за работу, что называется. Принимайся за работу и добывай нам камушек. Который нам необходим для постройки вообще всего. Ну, имею в виду всяких стен и прочего. Ну, кстати говоря, тоже стен достройте. Мрамора, материалов нет, да? Нифига. А, нет, еще немножко есть. Вот уже теперь нет. Гости. Гости из Ралаксада, Лаукай, Крой. Господи, это что-то такое китайское, мне кажется. Что-то китайское. Эти товарищи гости, по-моему, племя, если не ошибаюсь, да? По-моему, племя. Ну, посмотрим, что они там нам... Да, с ними можно поторговать. Но это же племя, сами понимаете. Да, у них там вряд ли какие-то изыски будут. Только всякие луки и прочую хрень, которую они могут нам предложить. Так, вот эту штуку разберите потом. Пожар, бзыть. Да ну что, что такое, что опять началось-то? Пантера горит, лоу. Это она мяукает так? Бедняга. Бедняга, ладно, давай выздоравливай. Потушите, пожалуйста, вам спасибо. Так что нас с электроэнергией сразу прилияем. Ну, естественно, у нас тут все оборвалось нахрен. И вообще бы я уже все пустил, это делал непосредственно по стенке. А для этого нам нужно здесь разобрать стену и сделать по-нормальному все. Ну, ладно. Пока установим так, как есть, потом переделаем. Может, конечно, сюда было пустить, но это будет слишком долго, слишком большой путь для энергии. Нам такого не надо, счастья. Нам такого счастья не надо. Ди цента полностью здоров. Отлично. Отлично, тогда приступай за работу. Вот там товарищи к нам идут, сейчас с ними будешь говорить. Говорить с ними будешь. У тебя же, да, персоны? О, 11. Обощение уже 11. Отлично, то, что нам надо. Давай торговать. Торговать с этими товарищами. Херакс. Ну, собственно, что мы ожидали, да? Ни компонентов, ничего у них нету. Лекарственные травмы мы сами можем вам продать, если хотите. У нас их дохрена просто. Так, дымались какой-то дурацкий у нас. Нафиг он нам можно? Давайте продадим. Все равно какой-то вообще, видимо, испорченный. Так, пенициллинчик. Вам не будем продавать пиво. Ну, в общем-то, все понятно. Ни хрена интересного, да? О, этот мы с шмотками вам скинем. Давайте, забирайте это, забирайте это, забирайте это. Тридцать серебра, да? У вас еще немножко остается. Это тоже Дэдмэнс? Да. Забирайте. Забирайте. Такс. Что мы вам еще? Ну, травы давайте тут торганем. До конца, так сказать, добьем ваше серебришко. До конца добьем. Все, давайте так. Кирак, спасибо большое. Спасибо большое. Кидайте ваше серебро прямо вот сюда. 111. Окей. Окей. Потом заберите, пожалуйста, на склад перенесите. Так, у нас уже 4200, да? 4300 там будет. 4350 с чем-то там. Ну, короче. Есть задел на будущее, что называется. Что-нибудь сможем потом с вами купить обязательно. Так, короче, да, правильно, молодец, делай камни. Как тебе там, кстати говоря, со скиллом с твоим? Ремесло 4. Ну, такое себе. Такое себе, конечно, ремесло. Но, тем не менее, это лучше, чем у остальных. Гости из поселения уходят. Отлично. Уходите. Всего хорошего. Как говорится, рад был с вами... Опять ты, господи, начинаешь... Ну, вот только вроде справились с этим. И, конечно же, ты поджигаешь наш склад. Конечно же. Боже ты мой. Идите, тушите сразу. Идите, тушите все это дело сразу же. Прям вот сразу же. Пожар. Сейчас она тут накуролесит нам, блин, зараза такая. Ну, мы как бы знали, на что шли, поэтому теперь будем терпеть. Так, если здесь будет разграться, здесь пофигу здесь, потому что у нас теперь стена стоит. В принципе, не должно пойти сюда. Но, правда, у нас нет дверей пока что еще. Так, известняка. Давайте две известняковые двери поставим, на самом деле. На всякие пожары здесь, мне кажется, огонь-то проскочит все-таки. Две двери из известняка. Так, сюда одну и сюда одну давайте. Все, работайте. Работайте, гаврики, работайте. Что с едой? Еды тоже нет, только ягоды одни, да? Только ягоды одни. Ну, такое себе. Ну, ладно, хотя бы не мясо сырое. Ягоды как-то получше. Ой, да ладно, тут не тушите. Тут не тушите это дело. Пускай горит, но все равно здесь не зайдет уже, мне кажется. Я надеюсь. Если зайдет, конечно, будет хреново. Но, ничего страшного, тогда, как говорится, в экстренном порядке. Будем дальше работать. Так, Фелис, Фелис, ты там исследования-то проводишь вообще-то? Я уже даже забыл, что у нас... Ага, механик у нас сейчас изучается. Ковка у нас есть уже, да? Так. Но у нас пока нет электрокузни. Электрокузни будет, тогда построим. А сейчас пока не будем. Нафиг нам эти дрова. Так. Нафиг нам эти дрова, пока не надо, окей. Работа. Стоп, пожаротушение. Давайте, уходите. Все. Идите, лучше строить его правильно. Правильно, лучше давайте дверьки строите. Они нас лучше спасут от пожара. От проникновения, вернее, пожара, чем, блин, вы будете там пока бегать втроем. Все это дело тушить, там как разгорелось уже. Так, вот центр у тебя прекратился, да, твой этот? Пиромания? Да, это хорошо. Это хорошо, давайте застаивай. О, и дождик пошел. Ну, это, как бы, видимо, Рэнди чует, что у нас. Ой, какой Рэнди-то. Подождите, я что-то забыл, у нас тут Рэнди или нет? А, ну да-да-да, Рэнди, Рэнди, у нас здесь Рэнди. Короче говоря, Рэнди, Рэнди, видимо, прочухал, что здесь пожар не пройдет, поэтому решил так... Ну и ладно, потушу тогда, смысла в нем нет никакого, в принципе, да? До сюда все равно тоже не пройдет, здесь камень у нас везде идет, кстати говоря. Слушайте, а хорошо, тут у нас тоже камень, да. То есть здесь есть, здесь пожар вдруг возникнет. Он довольно быстро закончится, правда, повредит нашу солнечную батарею, ну ладно. Батарея-то дело такое. Сюда он тоже нигде не зайдет? Да, хорошо, слушайте, хорошо. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо против пожара мы тут расположились, что называется, и застроились. Так, корежа, давай, пожалуйста, камушки быстрее делай. Есть ягоды, окей, поешь ягоды. Так, я так думаю, нам надо поохотиться тогда, в принципе, да? Нам надо поохотиться, давайте, приказы. Охотиться давай вот на этого товарища. Здесь товарищи всякие разные, еще баблер тут нифига себе затесался. Нифига себе. Так, вот тут куча всяких. Так, вот здесь можете поохотиться. Причинить ему, ну ничего страшного, я думаю, справитесь. Тут обезьянку давайте замурыжим тоже. Тут, тут индюшку. Все, давайте, занимайтесь. Занимайтесь, товарищи охотники, нам нужно мясо. Нам очень надо мясо. А мясо мы можем добыть только, собственно, посредством уничтожения товарищей животных. Кабасик, ты кого? Ты обезьянку загрызла? Понятно. Опять приступ пиромания, да ты серьезно? Все еще жжет наши, а? Вот хорошо, что сейчас дождь. Пускай у тебя будут срывы всегда, когда идет дождь, короче говоря, и ты будешь сжечь нам просто все вокруг, но не внутри. Вот так вот, пофиг, так меня устраивает. Так меня устраивает. Кстати говоря, я что-то краем уха это вспомнил. Слышал про эти, про костры. Якобы они помогают как-то пироманам, но, честно говоря, я не уверен. Ни хрена ты еще и с этим, с огнеметом ходишь ты, алло. Забыл совсем про это. Забыл совсем про это, поэтому сейчас ты потом... Пройдет у тебя приступ и сменишь на узишку обратно. Давайте попробуем костер. Что нам? Подумаешь, там немножко дерево будет жечь. Так. Где там температура, да? Костер. Ну-ка, давайте почитаем про костер. Время сущных тепла, который горит несколько дней, должен быть размещен внутри закрытого помещения, которое он будет отгоревать. Что-то про пироманик, конечно, здесь что-то не написано. Мне кажется, может быть, это и не правда вовсе. Но, тем не менее, давайте поставим здесь вот. На камушке. Пускай горит. Пускай горит. Если это поможет, то я только за. Так, Фелисия. Ты какого хрена сломлена? Ты ж, блин, тебе все хорошо с настроением, серьезно. О! Больше не поджигай все подряд. Отлично, я очень за тебя рад. Очень за тебя рад. Вещеринг? По поводу чего? По поводу прекращения пиромании? О, вы типа около костра все тусуетесь? Прикольно. Вот это реально прикольно. Типа такие, о, вечерний костер, е-е-е. Тусовка. Не, серьезно, это реально прикольно, что вокруг костер типа собирается. Так, у кого нервный срыв? Кореже. Иди, это самое. Потусуйся. Тоже потусуйся. Во, посещай вечеринку. Е-е-е, социально расслабляется. Отлично. Отличненько. Так. Мясо тут до хера. Товарищ повар, ты можешь приступать просто вообще немедленно. Е-е-е, социально расслабляется. Окей. Ест простое блюдо, окей. Но теперь ты, на самом деле, можешь потом послевок съешь. Не, не отдыхай. Иди, немножко пора сделывать тушки. О, молодец. Мяса сейчас дофига у тебя будет. И сможешь делать блюда. Даже несколько вкусных блюд сможешь сделать. Я тебе даже так скажу. Даже, как говорится, больше тебе скажу. Опять шкурки те же самые. Шкуры нам тоже пригодятся, естественно. Нет, все опять грязно у вас, капец. Просто какие вы грязнули, а все-таки. Какие вы все-таки грязнули. О, мясо зашибись. Только сырое, пожалуйста, не ешьте. Сырое, пожалуйста, не ешьте. Тем более, у вас пока немножко блюд еще все-таки есть. Что-то вот тут разбросано все это дело, жесть. Давай подготовь немножечко. Немножечко приготовь нам, пожалуйста, блюд. Чуть-чуть. Как там твой скилл поживает повара? Шесть. Ну, слушай, растешь потихоньку. Потихонечку, как говорится, на глазах растешь, да? Это хорошо. Это меня радует. Так, я же хотел тут дерево убрать. Забыл. Срубить, пожалуйста. Он прям мешает, зараза. Вот прям реально мешает. Прям вообще не в тему. Так, ко мне нихера нету. Охотиться на кабана. Я понял. Много вас там еще охота тут осталось. Серьезно? Пантера? Ты решилась охотиться на кабана? Стоп. Так, пантерка, ты как там себя чувствуешь? Ну так. Кабанчик немножко, конечно, под это самое подкалечил. Так, стоп. Перенеси сразу кабана. Нем, пантерка, молодец. Осмелела. Осмелела. Выходит, уже сама охотится. Либо подросла, либо, может, она маленькая была. Такая, типа, нет, нет, я еще маленькая, не буду охотиться. Что ты делаешь на кабана? Все, передумала, что ли? Резко побежал медитировать? Ну ладно. Допустим. Допустим, это так, окей. Иди медитируй. Блин, Лин, ты серьезно? У кого опять там, Йонг? А, ты, бедняга, не отдыхал до сих пор, да? Потому что, ну все. Иди отдыхай. Иди, поешь простое блюдо, иди отдохни там. Так, что тебе там за нужды вообще? Да, очень устал, короче говоря, ужасное настроение. Заключенный умер. Ну, короче говоря, отдыхай. У тебя сразу все это пройдет дело. У тебя сразу все это пройдет. И настроение твое улучшится. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Так, пантерка, живи. Пантерка, живи. Ну, короче, течение потихонечку прекращается. Это хорошо. Пантерка наша будет жить. А где собакин? А, вот собакин. Че делаешь, собакин? Ничего? Гуляешь? Окей, гуляй. Так, кстати, их обучиваете вообще или как там? Обучаете, вернее, обучиваете. Так. Хозяин Фелисиан. Ну, отлично, отлично. Так, пантерку тоже обучаете, надеюсь? Ну, вроде как по чуть-чуть, да? Вроде как по чуть-чуть. Так. Собакин, стой, где-то там есть. Потерял собакина. Вот собакин. Так, социум. Привязанность. Тони мертв. А, ну да. Так, обучение. Покорность, отлично, обучен. Зашибись. Так, нужды, здоровье. Хозяин Фелисиан. Способность к обучению высокий. Отлично. Спустить поводка. Спасение. Вот, давайте переноски собаке обучим. Переноской. Или спасение, или спустить. Нет, давайте переноску. Да, обучайте собачку переноски. Пускай она помогает нам переносить все. Нам переносчик очень пригодится. Так, а пантерка, что там с пантеркой обучение? Обычная. Покорность. Пока не обучена еще, да? Ну, ладно, покорность обучите пантерку. Потом, значит, дальше уже будем думать, что с ней делать. Но собачка, видимо, быстро у нас, конечно. Ну, это же собачка, она быстро обучается. Должна быстро обучаться, в принципе. Пантера по-моему, все здорово. Отлично, очень рад за пантерку. Очень рад пантеркой из-за тебя. Так, хорошо. Грузовые контейнеры. Все, мясо у нас сейчас пока будет. На первое время мы обеспечены. Если что, потом еще поохотимся. Благо здесь зверя дофига везде. Поэтому норм. Так, грузовые контейнеры. Что-то приземлилось. О, это хорошо, это хорошо. Заберите, пожалуйста. Так, у нас же дофига известняка. Опять забыл. Известняк. Из него мы можем делать дальше стену здесь, если что. Что делаешь? Гуляешь, окей. Так, стена известняка. Известняк, давайте. Двести с лишним блоком у нас там есть. У нас склада недостаточно, но достаточно зато там. Поэтому давайте здесь продлеваем. Вот так вот. Все, огонь. Все, огонь. Здесь, на самом деле, тоже можем стену так-то сделать, если что. Здесь ты тоже можешь сделать. И у вас известняк есть там. Поэтому сходите за ним туда. Не сломайтесь, что называется. Так, тут ничего. Тут можем только сделать дверь, в принципе, если надо, конечно. А почему бы и не сделать, собственно, да? Если уж на то пошло, почему бы и не сделать? Давайте известняк. Дверь известняка. Вот так поставим. Потом здесь стену тоже переделаем. Будет все у нас везде дверьми закрыто нормально. Так, и здесь стена из известняка. Только сначала мы тогда здесь покрытие уберем. Только сначала мы здесь покрытие тогда снимем, которое уже положили сюда. Оно пока здесь, в общем-то, не пригодится тогда. Здесь плотненько стеночку тоже сейчас сделаем. Они же здесь все равно ходить могут. Да мы можем тут, на самом деле, дверь поставить, если что. Можем оставить им дверь и здесь проделать проход тоже. На всякий пожарный, если пригодится, конечно. Пускай будет. Пускай будет так. Во, 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 отлично. Все. Стены теперь у нас есть. Почти что готовые. И теперь нам извне пожар не страшен для нашего склада. Это точно. Это уж точно. Фелисия, правильно? Давай качай свой скилл. Нам пригодится. Корежа делает тоже булыжники. Камушки строительные наши. Так, блюда пока чуть-чуть есть. Вроде как удалось создать. Окей. Я тебя понял. Ну, что ты делаешь? А, Дилана тренирует. Окей, я понял. Давай тренируй. Тренируй, тренируй. Молодец. О, места. Местца ему немножечко. Правильно. Пантерку тоже можете приручать потихонечку. Чтоб она эта, покорная была у нас. Чтоб наша товарищ пантерка была покорная. Пришла кабанчика подхавать нам. Нифига себе. Отсутствует 38%. Так, Йонг, молочина. Давай готовь. Все, все верно делаете. Так. Ну, тут стройку мы, естественно, продолжим. Только сначала немножко разберемся здесь. Немножко здесь разберемся. Стену мы, в принципе, сделали. Так, ага. Здесь продолбили. Молодцы. Здесь продолбили. В принципе-то я не знаю. Есть ли смысл здесь в стене? Вы тут ходите. Как бы все равно, да? Без разницы. Но сделаем. Ладно, сделаем. Так, что у нас там мрамора наделало. Но у нас есть известняк. У нас он сколько известняка, поэтому сейчас пока будем из него делать. Раз вы не таскаете его на склад, то мы пока про него помним, сделаем обязательно из него. Так, стена из известняка. Можно здесь, конечно, где-то сделать. Вот так. Ну, вот так вот. Сделаем. Отлично. И здесь дверь. Здесь у нас будет обязательно дверь. Еще одна. Чтобы, опять же, там, хрен-то никак не бегали мне через 3-9 земель, что называется, да? Все. Вот так пойдет отлично. Так пойдет отлично, но... А как у нас здесь крыша идет? Область с крышей. А вот здесь у нас крыши-то и нет, да, получается? Нам бы вообще вот так сделать, на самом деле. Нам бы здесь сделать область без крыши над этим. Вот. А вот тут нам бы крышу, наоборот, мне кажется, надо застроить. Каким-нибудь таким вот образом. Нам бы крышу надо здесь застроить. Вот. Так, я думаю, будет нормально. Даже вот так сделаем. Я думаю, так все будут довольно несчастливы, что называется. И здесь можно, на самом деле, мне кажется, не целиком закрывать, а вот так вот. В смысле, открывать не целиком, а вот так вот. Все, вот так сделайте. Так вот, пожалуйста, сделайте. Так будет нормально, я надеюсь. И жар будет уходить, и все будет защищено, что у нас на складе. От ливня и прочего. Погодного, так сказать, неприятного. Все, давайте. Принимайтесь. Филиция у нас, мне кажется, потому что сейчас не занимается. И следом, потому что она с животными занимается. Ну ладно. Пускай, пускай занимается. Исследовать мы еще, как говорится, успеем все это делаем. Исследовать все успеем. Так. Животные. Пять. Три. Три. Два. Ну да. Животными только тебе пока и заниматься. У тебя скилл самый нормальный, в принципе. Самый большой шанс. Так, но. Я сейчас думал, мы все-таки изменим немножко. Мы тебе поставим это во вторую очередь. Страй. Бешеное животное. Здрасте, приехали. Опять черепаха. Да что, что будешь делать? Постоянно черепахи эти расушки. Ну серьезно. Вот там кобра опять кого-то замочила, дурацкая. Черепаха. Бьет Филиция. Окей. Бей. Бей, черепашка бьет. Пантерка, ты можешь нам помочь, черепашка? Ну пожалуйста. Ты все равно есть хочешь, правильно же? Зараза. Взяла каванечка, загрызла. Мне что-то черепашку подождать. Вот, кстати, подожди. Ну подожди. Ну не уходи. Ну пантера, ну пожалуйста. Слышишь, пантера, ну пожалуйста. Ну не уходи. Все что ли? Окей. Передумала, видимо. Ладно. Ладно, передумала так передумала. Я в принципе не против. Как бы ты же сама целее будешь, черепашка. Так, ну что тут сделали области-то? Область. Снаружи 38. А, ну типа потому что не до конца стена сделана, да. Ну ладно, нам главное, чтобы здесь крыши не было. Здесь крыша была наоборот. Все будет окей. Так, какая-то поношенная рубашка. Уже тоже какая-то поношенная рубашка. И эта поношенная. Уже нормальных вещей-то нет, да? Надо вещи делать срочненько. Срочненько делать вещи, но... А, ткань-то есть, но опять же не переносите нихрена. Сейчас опять все испоганится. Ну да, потихоньку портится. Сейчас опять все заразы испоганится. И будете, блин, потом куковать с плохими вещами. Эх, ладно, тут никто не спилил нихрена до сих пор. Чего, так делал что-то? Дляфига сейчас. Не, ну корежа, ладно, занята. Йон готовит, линкфермер, фелиция, ученые у нас, да? Эх. Так, Винцент, ты можешь? Понятно. Корежа, ты можешь? Сейчас пока нет. Сруби, сруби дерево, пожалуйста. А потом отдохнешь. Потом пойдешь отдыхать. Давай. Сруби, пожалуйста. Все, молодец. Теперь можете спокойно отдыхать. Теперь можно спокойно идти отдыхать дальше. Так, без крыши, окей. Все, нормально. Тут как раз-таки все, температура сейчас хорошо стала. А то, блин, коптильная какая-то была. Грозовой шторм, пожар. О, сейчас посевали, сгорят, зараза, а? Сейчас опять все посевали, сейчас сгорят. Ну, хотя бы склад. Хотя бы склад наш цел будет, 100 пациентов. Поэтому за это я, в принципе, не переживаю. За это я, в принципе, не переживаю. Так. Пожар у нас не назначен, в принципе, да? Ну и ладно. Пускай лучше... Все равно они не справятся втроем с таким пожаром. Все равно не справятся, поэтому... Поэтому, ладно, уж пускай горит. Бедные, блин, наши посевы, а? Бедные наши посевы, наша еда, собственно. Ладно, пока хоть мясо есть. А, и тут все-таки перенести немножко, вау. Я прям удивлен даже. Ну, прям даже удивлен. Так, может, нам тут пол сделать? Может, нам тут пол нормальный сделать все-таки? Кажется, было бы весьма неплохо, да? Сейчас другое. Нужно лечение. Кому нужно лечение? Ты чего? Опять полезла, что ли, в пожар? Или что? Голова жег право... Ты что, головой в пожар лезешь? Ты что, ненормальная совсем? Ой, жесть. Иди, короче, отдыхай до выздоровления. Прям срочно вообще. И не лезь сюда. Где отдыхай до выздоровления и не лезь сюда вообще. Затмение еще и класс. Ну, затмение хрен с ним у нас, как бы. У нас сейчас затмение вот вообще не колышет никак. Грузовые контейнеры. Что, прилетело? Камушки. Блоки мрамора. Ну, заберите. Заберите, пригодятся. Блин, опять все посевы сгорели. Вот отстоя. Вот реально отстоя. Все посевы горят постоянно у нас. Жесть. Просто жесть. Так, сейчас бы дождик пошел на самом деле, да? Было бы неплохо. Было бы, как бы, говорится, весьма недурно. Это все это выглядит просто напрочно. Здесь будет лысая земля. Жесть. Мало пищи. Да как мало пищи-то? У нас вон сколько всего. Янг, давай, готовь. Ты на самом деле знаешь что-то? Лучше разделай, потом готовь. Лучше разделай, потом готовь. Тем более, вон. Сколько получается? 24, да? 22. 22 этого пайка. Пайка есть. Поэтому нормально, я считаю, вполне. Нифига не мало. Так. Кулинария 6. Нормально, нормально. Потихонечку, я думаю, апнешь. А может потом какой-то у нас повар суперски появится и будет вообще зашибись. Во, все, давай готовь. Разделай, теперь давай готовь. Даже сейчас шикарные блюда будут немножечко у нас, да? Ну, естественно, сам пойди поешь его. Жесть. Вот это полыхает. И лин сразу принимается за фермерство. Ну, правильно, в общем, что ей остается? Что ей еще остается? Чуть так сгорела. Вернее, горит до сих пор, долго очень. Ну, все. Больше не горит, окей. Ну, да, это жесть. Так, тут же тоже никуда не пройдет, да. Все закрыто, все хорошо. Сюда тоже он не пройдет. И здесь не пройдет. Ну, отлично. У нас эта область полностью защищена тоже от пожара. Поэтому нормально. Поэтому нормулек. Так. Можно все-таки поставить им проект сюда еще. Ой, дождь пошел как раз-таки. Как раз-таки пошел дождь. Правда, посева наши это не спасло ни разу. Вообще абсолютно не спасло, да? Ну, ладно. Ну, ладненько. Так, окей. Главное, что у нас здесь еда есть. Немножко мяса есть. Мы всегда сможем поохотиться, если что. Если что, то пошло. Конечно, мы на самом деле, в принципе, можем сделать какую-нибудь гидропонную ферму еще внутри, да? Поставить здесь какой-нибудь блок еще один. И туда гидропонную ферму. И еда, в принципе, у нас будет всегда. Еда у нас, в принципе, будет всегда. Выращивать там какую-нибудь картошку, допустим, быстрорастущую, да? Или, наоборот, кукурузу выращивать, которая растет медленно, но при этом, как бы, ее будет много. И сможем сделать сюда еду. Но, опять же, по технологиям. По технологиям. Гидропонику. Надо ее будет изучить тогда, в принципе, да? И сможем реально сделать один блок гидропоники. Поставить здесь, допустим, помещение вот тут, да? И зафигачить сюда электричество провести туда, и все будет хорошо. Все будет просто шикарненько. У нас тоже пожар туда, собственно, добраться извне не сможет у нас. Затмение прошло. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое, что называется. Так. Сколько там еще у вас? 161 блок известняка есть, да? 161 блок известняка. Но у вас все равно пока еще технологии нет, поэтому строить, я думаю, нет смысла. Потом построим. Так, потом построим. Мрамора 360, да? Можно здесь что-нибудь построить, в принципе. Так. Постройка стена из мрамора, давайте. Тогда делаем все-таки вот так вот, как хотели делать, я думаю, да? Я думаю, как-то так, да? Как-то так и сделаем. Строите, давайте. Так, здесь, в принципе, можете вторую стену поставить тогда, чтобы сюда тоже не ломились они. Здесь сразу так тогда. Здесь у нас, получается, проход дальше тоже идет сюда. Вот так-то стройте сразу. Ну, сейчас там дальше тоже напридумываем, как построить. Дальше тоже напридумываем, как построить. Так. Двери тоже из мрамора сейчас поставим, наверное, тогда. Хотя дверь можно и известняка ставить. Двери можно и известняка поставить. Потому что двери тоже пригодятся в любом случае нам. Их потихоньку нужно строить, да? 25 на одну. Ну, давайте поставим здесь парочку дверей еще. Здесь парочку дверей. Здесь. Там, если что еще возьмете, известняк у вас есть. Как бы есть, на самом деле. Хоть и не на складе. Так, окей. 626 сталь еще есть, отлично. Вот ловушки, конечно, лучше стальные ставить. Поэтому сталь лучше добывать. Сталь лучше добывать. Ну, в принципе, у вас еще здесь есть, вон, дофига всего, да? Давайте приказы вам поставлю. Еще немножко здесь выкопайте тоже до конца. Здесь тоже копайте. Я думаю, даже здесь сталь есть, скорее всего. Поэтому копайте так. Так, еще здесь у вас вон... Да нет, сталь дофига реально на карте. Ой, уран-то не забудьте перенести. Не забудьте уран перенести. Все. Приказики у вас есть. Давайте работайте. Ну, естественно, отдохните, потом работайте. А то будете опять там нервничать, не психовать. А нам, как известно, этого не нужно совершенно. Так. Все, отлично. Здесь сейчас доделаете, да? Здесь обязательно доделаете. Да, вот здесь будет сейчас такой коридорчик идти, я думаю. Здесь стена, здесь коридор все идет такой. И сюда тоже такая еще одна колбасень. Чпоньк. А, нет, стоп. Стоп, стоп, стоп. А, ну да, 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 все верно, здесь стена. А здесь колбасень такая, оп. Можно даже будет не колбасень построить, а просто тупо стенку с дерьми. Ну, ладно, разберемся с этим, посмотрим еще. Подумаем, как лучше будет сделать. Если, может быть, еще захотим дальше продлить змеюку, тогда, может быть, еще одну колбасу такую. Ну, ладно, поглядим. Поглядим, увидим, что называется. Нам еще два ловушка все равно не близко, потому что там будет куча стали. Там одна ловушка 75, по-моему, да, на два компонента. Ну, этих стали, в смысле. Это жесть. Это просто жесть. Очень много. Очень много надо на одну ловушку. Но зато это будет эффективно. Зато это будет весьма эффективненько потом, когда достроим. Вообще сейчас можем, мне кажется, любые абсолютно рейды отражать. Они даже до нас доходить-то не будут. Ну, там некоторая часть только будет, конечно, доходить, а остальные все будут оставаться в этом вот коридорчике в нашем в таком. Так, Фелисия, давай. Не затри, пожалуйста, на этот раз. Сейчас сделай. Давай. Оп, молодец. Просто молодец. Шикарненько. Шикарненько сделала. Главное, чтобы сейчас здесь какие-то будут нападать, чтобы они тоже сейчас ничего не ломали. Сразу здесь как-нибудь обходили. Аккуратненько тогда, по крайней мере, все будет хорошо. И все будет хорошо. Так, облом космического корабля упал. О, сколько здесь, отлично. Давайте разбирайте. Это и компонентики, и металл, собственно. И не так далеко от нас упало это дело. Так, лекарства ты, конечно, посадил. А, еще кукурузу посадил, да, немножко. Окей, хорошо. Тогда все более-менее в порядке. Что с едой? Ну, еда есть. Еда есть. Поэтому пока волноваться не стоит. Если что, сейчас еще пойдем поохотимся. Если что, еще немножко поохотимся. Все будет в порядке. 40 градусов, 39. А, ну, видимо на улице, да, так. Видимо на улице, так, ну и ладно. Ну и ладненько. Так, тут же ничего больше не портится. 100, 100, да, вроде не портится. 50, ну да. Долго мы тащили его. Долго мы тащили, и оно немножко испоганилось. Так, 100, 100, да, тоже вроде ничего не портится. Вроде все хорошо. Так, у нас тут еще обломки металлов есть. Надо будет сюда тоже поставить, мне кажется, станки. Или бы сюда куда-то их поставить. Ну ладно, с этим разберемся, когда уже технологии исследуются, наконец-таки. Так, животные, что вы там? Как вы себя ощущаете? Дрыхаете все? Так, обучение. Ага, потихонечку идет обучение. Так, у тебя? У тебя пока еще нет. Грузовые контейнеры. О, шерсть муфала. Забираем. Забираем, переносим на склад, потом торганем ей. Потом ей торганем. Так, окей. Ну, либо, кстати, можно будет что-нибудь сделать, на самом деле, из нее. Ну, с этим ладно, с этим разберемся в любом случае. В любом случае с этим разберемся потом. Так, все, отдыхать теперь, да? Ну, и потом достраивайте здесь, потом еще дальше продлим тоже все это дело. Камни пока что есть. Ну что ж, друзья, давайте я все время будем на этом завершать. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И до следующего раза всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok